Ведущий экономист современного Башкортостана Рустем Шаяхметов на этой неделе отвлекся немного от насущных проблем ближневосточной экономики и дал оценку региональному бюджету. Со слов гражданина Шаяхметова, Республика Башкортостан занимает вовсе непочетное третье место в Российской Федерации по объему дефицита регионального бюджета. И дефицит этот составляет 15 миллиардов рублей. При этом, как сообщил нам Константин Борисович Толкачев, только 10 миллиардов рублей из 15 дефицита обеспечены источниками покрытия. Что делать с оставшимися 5 миллиардами, совершенно непонятно. Для сравнения и понимания, насколько это плохо, много или еще как-то, приведем цифру по бюджету Татарстана. За тот же период времени Татарстан имеет профицит бюджета в 33 миллиарда рублей. При этом Республика Башкортостан – лидер Павловского федерального округа по объему поступлений федеральных средств. Вот за этот отчетный период из федеральных источников в Башкортостан пришло 66 миллиардов рублей. Но при этом Республика всего лишь на 21 месте в стране по размерам собственных доходов бюджета. Вот все эти цифры, все эти показатели свидетельствуют о серьезной разгалансировке регионального бюджета. И одной из причин этого дисбаланса Шайхметов считает неоправданные бюджетные льготы, которые раздаются Хабировым направо и налево для предприятий из числа близких его сердцу и желудку. Щедрой рукой Радий Фаритович разрешил своим друзьям и товарищам, и их предприятиям, а также родственникам, не доплачивать в казну Республики 15 миллиардов рублей. Согласитесь, странное совпадение. Дефицит бюджета региона 15 миллиардов рублей, и Хабиров выписывает льгот на 15 миллиардов рублей. Ну, ровно дефицит и льгот. Кроме этого, незаслуженный все еще экономист Башкортостана Шайхметов отметил крайне низкую эффективность использования крупных региональных активов. Это Башспирт, это Медтехника, это Башкир Автотранс, это Башкир Автодор. И Шайхметов предполагает, что эти очень ресурсные предприятия, по сути, отданы на кормление, как он выразился, близким Хабирову людям и его родственникам. И знаете, так уж получается, что почти все сюжеты сегодняшнего выпуска станут подтверждением или даже иллюстрацией того, что сообщил нам величайший экономист современности Рустем Шайхметов. В наши смутные и непростые времена выживать приходится не только Хабировским Зубрам или Палестинцам, но и каналу «Открытая политика». Не забывайте, пожалуйста, помогать материально нашему каналу теми суммами, которые вы считаете возможными. Помогать каналу можно через расчетный счет, который мы публикуем в каждом нашем выпуске и который указан под каждым нашим видео в описании. Заранее всем спасибо за каждый рубль этих пожертвований. 1 ноября на минувшей неделе Следственный комитет при силовой поддержке Федеральной службы безопасности пришел в офис Башкир-Автодора и к нескольким дружкам-партнерам генерального директора Башкира-Автодора Ильдара Юланова. Начались обыски и выемки документов электронных носителей. На данный момент известно о задержании троих генерального директора Башкира-Автодора Ильдара Юланова, директора и замдиректора ООО «Киви» Ирика Шарипова и Решата Самматова. В офисах и по месту жительства задержанных изъяты документы электронные носители миллионы наличных денег, коллекции дорогих часов, а также два автомобиля Гелендваген АМГ-63. Стоимость таких автомобилей на данный момент каждого около 25 миллионов рублей. К вечеру пятницы стало известно, что советский суд города Уфы арестовал Юланова, Шарипова и Саматова до конца 2023 года. Пока следствие рассчитывает на такой срок. И это, собственно, наверное, начало. Троицу обвиняют по статье 159 части 4 мошенничество в особо крупных размерах. На данный момент вменяется ущерб 91 миллион рублей, но я уверен, что эта сумма кратно возрастет по мере расследования. По некоторым предположениям, Ильдар Юланов дальний родственник Радио Хабирова. И только абсолютно точно понятно, что Ильдар Юланов не просто родственник, он еще и ближайший друг, соратник и партнер Радио Хабирова. Стремительный карьерный взлет Юланова от таксиста до советника главы региона, затем заммэра Уфы, а с 2020 года генерального директора Башкера Автодора, крупнейшего предприятия дорожного строительства с многомиллиардными оборотами и огромными бюджетными контрактами, все это объясняется только дружбой с Хабировым. Юланов до воцарения Хабирова в республике Башкортостан никогда не работал на государственной службе или в каком-то крупном бизнесе. Имеет он весьма скромное, если не сказать, убогое образование, и, всмотревшись в облик вчерашнего дорожного воротила, совершенно непонятно, как человек с таким лицом, прямо скажем, необезображенным интеллектом, мог вознестись так высоко в этой бюджетной и чиновничьей иерархии. Но объяснение, повторюсь, одно. Это протекция Радио Хабирова. Еще в сентябре 2023 года прокурор Республики Башкортостан Игорь Пантюшин заявил о том, что более 30% дорог в Республике Башкортостан не отвечают нормативным законным требованиям и нуждаются в ремонте. Но, видимо, тогда Радио Хабиров не расшифровал вот этого намека и сигнала, а дороги в Республике реально ужасны. И вот вам хотя бы парочка примеров из свежего. Первое. ЖК Медовый, в котором живет более тысячи человек около Стерельтамака, это село Новоборятино, по сути, на данный момент отрезано от большой земли, потому что единственную игровийную дорогу из этого ЖК в Большой мир попросту размыло дождями. Дороги не стало, и даже внедорожники теперь проехать там не могут. Вот дороги Башкортостана. А вот жители деревни Галиакберова Бурзианского района, отчаявшись дождаться Башкера-Автодора, видимо, но не желая быть отрезанными от мира и желая пользоваться благами цивилизации, своими силами залатали дыры в дорожном покрытии. Правда, теперь жители Галиакберова всерьез опасаются того, что их еще могут и оштрафовать за вот это творчество. Ведь у них не было лицензии, как, например, у Башкера-Автодора. И опасения эти жители Галиакберова точно не безосновательны, потому что в 21-м году, например, они отчаялись добиться от местной администрации освещения улиц в деревне и сделали освещение собственными руками. Администрация прибыла на место, обрезала это освещение и пригрозила штрафами. То есть в деревне темно до сих пор. Возвращаясь к делу Башкера-Автодора, который начинает развиваться и раскручиваться у нас на глазах, у меня на данный момент только один вопрос к следователям, расследующим злодеяния Ильдара Юланова и его партнеров. А вопрос такой, не попадались ли вам, уважаемые следователи, среди вещественных доказательств, изъятых по месту жительства и работы обвиняемых, кассовые чеки на покупку одежды в ЦУМе, в которой человек щеголяет ради хабиров. Ну, например, кеды Лора Пьяно за 50 тысяч рублей, рубашка Пола Кучинелли за 67 тысяч рублей, ну, ботинки Бали 225 тысяч рублей, ну, или, в конце концов, кардиган от Лора Пьяно за 700 тысяч рублей. Не попадались? Странно, пожалуй, стоит поискать. А ведь Башкир-Автодор не единственное слабое звено в рвущейся цепи хабировской команды. На минувшей неделе стало известно об возбуждении уголовного дела по факту приемки Ишимбайской администрации невыполненных фактически работ при строительстве водопровода в микрорайоне Кузьминовка, города Ишимбая, соответственно. В 2022 году администрация Ишимбая подписывает акты о выполненных работах, а Управление капитального строительства Республики Башкортостан под руководством одногруппницы Артема Ковшова Инны Иксановой немедленно и безоговорочно эти работы оплачивает. Подрядчиком является ООО «Острой». Как теперь выяснило следствие, работы выполнены не были в полной мере и, соответственно, возникают вопросы к администрации Ишимбая и к Инне Иксановой управлению капитального строительства Республики Башкортостан. Сложно предположить, что Управление капитального строительства, оперируя финансами бюджета Республики Башкортостан и средствами национального проекта, не считает обязательным удостовериться в исполнении государственных контрактов фактически. А Инна Иксанова, прожженная единоросска и вполне себе женщина с опытом, не производит впечатления наивной дурочки, случайно попавшей на высокую должность и получившей доступ к гигантской кормушке. То есть это к вопросу, знал ли Укс о том, что работа не выполнила. Но это еще не все. Управление капитального строительства Республики Башкортостан на прошлой неделе объявило конкурс на продолжение строительства комплекса грибного слалома в Уфе на озере Теплое в Энорсе. Ранее уже заключался контракт с ООО «Корунд» в феврале 2022 года на сумму 309 миллионов рублей, которые потом волшебным образом возросли до 344 миллионов рублей. А теперь Укс хочет проторговать еще один контракт по этому же объекту, но уже на 454 миллиона рублей. Пикантность ситуации в том, что за полтора месяца, до 20 декабря 2023 года, вот этот вот предполагаемый подрядчик, которого ищут под этот контракт, должен, внимание, устроить подпорные стены, построить трибуны, берегу укрепляющие сооружения, построить вспомогательные здания, автомобильный мост, установить спортивное оборудование, устроить линии связи, освещения, канализации, обустроить территорию и даже разместить на этой территории малые архитектурные формы. И все это до 20 декабря. Очень-очень похоже, что контракт подгоняется под кого-то или уже выполненные работы. Вот тут нужно Следственному комитету с бойцами ФСБ проехать до озера Теплое, изучить, куда делись предыдущие 344 миллиона рублей по первому контракту, ну и скоренько ехать в гости к Инне Иксановой за разъяснениями всей этой головоломки. А чем же занимается наш дорогой Радий Фаритович на фоне всех вот этих драматических событий в Республике Башкортостан? Разруливает конфликты, спасает родню из лап кровавого режима? Вовсе нет. Складывается впечатление, что единственное, что беспокоит Радий Фаритовича во всей этой кутерьме, это как бы понимание того, как перезимуют милые его сердцу зубры в Мурадымовском ущелье. На минувшую неделю был объявлен конкурс на закупку четырех GPS-ошейников для отслеживания через спутниковые системы перемещения вот этих драгоценных животных по Башкирской земле. На покупку четырех ошейников Хабиров готов потратить три миллиона наших с вами бюджетных рублей. И из конкурсной документации пока непонятно, будут ли эти ошейники украшены бриллиантами или хотя бы кристаллами Сваровски, но, на мой взгляд, должны бы при такой цене. Впрочем, к вечеру пятницы стало известно, что Хабиров на самом деле развил бурную деятельность по спасанию Эльдара Еланова. Он обзванивает все свои контакты среди силовиков в Москве, пытаясь добиться решения вопроса хотя бы в плоскости того, чтобы вот этой всей гоп-стоп-компании не выдвинули еще более серьезных обвинений, и чтобы не получилось так, что им стало выгоднее уже сдать более высоко поставленных подельников. В общем, Хабиров действительно все-таки не только зубрами занимался на этой неделе, он еще и пытается отмазывать своих от тюрьмы, от сумы. Ужасы нашего городка становятся уже отдельным жанром для уфимцев, и мы не будем этот жанр разрушать. По традиции, мэрия Уфы старается ни в чем не отставать от республиканских властей, в том числе и в соревновании по освоению текущего и тающего бюджета. На минувшей неделе Уфимское муниципальное унитарное предприятие спецавтохозяйство, это оператор по вывозу твердобытовых отходов, запросило дополнительно выделить 92 миллиона рублей на доработку проекта реконструкции полигона твердобытовых отходов в Черкасах. Страшно предположить, во что же обойдется в целом проектирование, реконструкция этой самой главной свалки Уфы, но и страшно предположить, в какую сумму вылиться сама реконструкция. И нужна ли вообще эта реконструкция, тогда как на самом деле еще совсем недавно говорили о том, что нужно начинать строить новый полигон для миллионной Уфы, а вовсе не реновировать старый, потому что, как мы уже неоднократно говорили, в Черкасах творится что-то совершенно адское, там зарывают мусор в какие-то полости боковые, уходят под землю в бок. Надо ли продолжать заниматься, я точно не знаю, это вопрос к компетентным экологам. И вопрос, насколько компетентных специалистов привлекает мэрия для проектирования подобных проектов. Но это были новости спецавтохозяйства. А вот сама мэрия Уфы внезапно озаботилась закупкой подарков на Новый год и вовсе не для жителей только Уфы. Подарочные наборы стоимостью 650 рублей каждый предназначаются в основном для жителей иных регионов Российской Федерации. Вот так вот спланировала мэрия. Подарков этих будет несколько тысяч, но немногие из них достанутся детишкам из Уфы. Согласитесь, довольно странно. Но не только мэр Уфы решил внезапно облагодетельствовать кого-нибудь далеко-далеко, кроме своих земляков. Предводитель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур Бергалин объявил о сборе пожертвований в пользу палестинцев. В связи с этим возникает масса закономерных вопросов. Первое. Каким образом физически гуманитарная помощь будет попадать в сектор газа и как Бергалин планирует обходить блокпосты Цахал? Второй вопрос. Кто будет контролировать распределение гуманитарной помощи и следить за тем, чтобы по традиции сложившейся в палестинской автономии и в практике Хамас гуманитарную помощь не пустили в продажу на местной рынке? Кто займется этим контролем? Неужели отзовут для этой цели главного специалиста по контролю за гуманитарной помощью Азата-солдата? Ну, хотя можно, кстати говоря, попросить это дело все проконтролировать и организовать Рустама Ахмадинурова. Он же возил две пачки макарон в помощь голодающим на самолете во время ковида. Ну и, наконец, главный принципиальный вопрос к подобной благотворительной инициативе. Уважаемый гражданин Бергалин, а в республике Башкортостан уже не осталось голодных стариков, детей и матерей-одиночек? Им не надо помогать в первую очередь? Ну, хотя бы даже из тех самых глубоко исламских традиций. На минувшей неделе стало окончательно понятно, что обязательства ради Хабирова, которые он имеет перед Владимиром Путиным, об искоренении такого явления, как обманутые дольщики в республике Башкортостан к 31 декабря 2023 года, выполнено не будет. Мало того, что за оставшиеся 57 дней уже точно не удастся решить проблемы десятков объектов с обманутыми дольщиками, которые так и остались у нас на территории Башкирии, так еще этих объектов может стать больше. Вполне вероятно, что списки проблемных домов и обманутых дольщиков пополнятся домом номер 6 по улице Киикбаева и домом по улице подводника Родионова в Уфе. В связи с этим у меня вопрос, вопрос открытый, пока без ответа. Путин простит Хабирову такую необязательность и такое вольное обращение со своими обещаниями? Ну и собственно Артему Ковшову, заместителю министра строительства, есть о чем волноваться, потому что буквально пару месяцев назад он рапортовал на оперативном совещании правительства, что все будет супер, все будет сделано, никаких проблем нет, все обманутые дольщики будут удовлетворены и тут нате вам еще два дома. Интересно, да, 31 декабря осталось 57 дней, как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов, объявленный иноагентом на всем православном пространстве мира. Будем наблюдать. События в Махачкалинском аэропорту 29 октября, безусловно, взволновали очень многих и я провел опрос в нашем телеграм-канале «Открытая политика», на который, кстати говоря, призываю вас подписаться. Опрос с целью узнать, как оценивают и каково видение этих событий наших подписчиков. В опросе приняло участие свыше тысячи человек и вот его результаты, которые, кстати говоря, меня весьма удивили. К моему великому удивлению и возмущению, 4% опрошенных на нашем телеграм-канале одобряют действию погромщиков и даже изъявили готовность поучаствовать в чем-то подобном, если оно где-нибудь, как говорится, подвернется. 4% – это немало. 9% опрошенных упорото верят Первому каналу и считают, что дагестанцами, по сути, управлял еврей Зеленский, ну или старик Байден на худой конец. То есть 9% опрошенных верят в руку Запада в этом самом Махачкалинском аэропорту. 21% опрошенных называют попытку истребления евреев в аэропорту актом религиозной нетерпимости. Термин этот, конечно, весьма сложный и, возможно, кроет в себе самые разные оттенки и агрессии, и неприятия, но вот что есть, то есть. 25% опрошенных назвали причиной произошедшего недостаточный интеллектуальный уровень погромщиков. Ну, наверное, тут сыграла роль та знаменитая фотография, на которой два дагестанских вандала лезут в турбину самолета, подсвечивая себе фонариками, и ищут там внутри евреев. И, наконец, 41% опрошенных нашим каналом причиной произошедшего в Махачкалинском аэропорту видят развернувшуюся по всем пропагандистским каналам антиизраильскую риторику и вот эту вот антисемитскую истерику, которая тоже у нас проскакивает на ведущих и главных каналах страны. Правда, власти сейчас немножко приутихли, и вот этой риторики в телевизоре стало меньше. Они сами испугались того, что случилось, несут всякую околесицу про руку Запада и о том, что еврей Зеленский, значит, натравил на евреев братьев дагестанцев. Но отмечу, что, во-первых, в этих мероприятиях участвовало несколько тысяч человек, что они точно не были маргиналами, как утверждает господин Меликов. Но и надо не забывать, что на данный момент оценка ущерба аэропорта в Махачкале уже достигла 200-миллионной отметки. Завтра, 5 ноября в 21.00 на нашем канале выходит 94-й стрим открытой политики. Так что подключайтесь, поговорим. Вы можете задать во время эфира вопросы, я на них отвечу. Если у вас есть вопросы, которые вы хотите прислать заранее, пишите их в комментариях под этим нашим сегодняшним видео. Действительно есть о чем поговорить. Действительно ли рушится система Хабирова, и тут всех скоро заберут и арестуют. Или это рядовое событие и так далее. То есть вопросов много, можем поговорить. Возможно, к завтрашнему дню еще добавится какая-то информация, и мы ее обязательно озвучим. Субтитры создавал DimaTorzok